Тема сегодняшнего выпуска не нова, но тем не менее, я бы хотел взглянуть на нее немного под другим углом. Это старая линза, заброшенный карьер по добыче талька магнезита в поселке городского типа Шабровский. Якобы заброшенный карьер, но я считаю, что все же это нечто другое, о чем нельзя было говорить простому народу в Советском Союзе. Спросите, откуда такие сомнения? Давайте разбираться! Этот выпуск, друзья, мы подготовили для вас совместно с пулей снегопада. У нас обоих возникает много вопросов к так называемому Шабровскому карьеру. Ни для кого не секрет, что на Урале сохранились сотни разрушенных мегалитических строений и даже найдено, по крайней мере, несколько пирамид. Определенно, Урал хранит немало тайн и загадок. И, возможно, это одна из них. Но сначала немного официальной информации. Старая линза, заброшенный карьер по добыче талька магнезита в поселке городского типа Шабровский. Шабровское месторождение и комбинат находятся в 27 км к югу от города Екатеринбург. До открытия талька в этом месте его добывали в окрестностях Сысерти. В 1974 году карьер был законсервирован в связи с изобретением новых технологий по добыче. Глубина карьера шабровского месторождения старой линзы около 100 метров, ширина 250 метров, длина 400 метров. А теперь давайте разберемся поподробнее. Рассматривая фото разных тальковых карьеров по всему миру, нет ни одного похожего на этот. Во-первых, ступенчатая структура, без возможности подъема грунта на поверхность грузовым автотранспортом. Абсолютно везде карьеры такой и более глубин делаются с учетом возможности вывозить породу на грузовиках, но здесь мы этого не видим. Тогда каким же образом поднимали породу? Нас пытаются убедить, что все это сумасшедшее действие происходило посредством вот этих металлических подъемников. Вы представляете объемы? Но и на это можно было бы закрыть глаза, но совокупность абсурдных фактов просто зашкаливает. Как вы думаете будет выглядеть дно старого заброшенного карьера? Наверное следы от экскаваторов, остатки породы и так далее. Но здесь дно выложено плиткой. Ровно. Вы можете себе это представить. И тут есть даже хижина сторожа и аккуратно посаженные клумбы. Спрашивается, для чего здесь нужен сторож, если карьер заброшен? Но и это еще даже не полбеды. До определенного момента с него регулярно откачивали воду. Карьер был затоплен некоторое время назад. И это с 1974 года, когда разработка якобы прекратилась. Зачем? Для чего такие траты? Не проще ли его было сразу затопить, как поступают со всеми подобными карьерами? Также интересен тот факт, что затоплен он был сразу же, как туда начали съезжаться люди, дабы взглянуть хоть одним глазком на этот чудо карьер. Начали появляться фото в интернете и такое впечатление, что приказ был отдан намеренно. Но из официальных данных мы узнаем, что зимой 2016 года якобы из строя вышел насос. И водопады стали быстро наполнять карьер. Сначала руководство рудника вроде как собиралось починить оборудование. Но затем там кто-то признал, что это нецелесообразно и оставили все как есть. А откачивать воду с 1974 года по 2016 с никому не нужного заброшенного карьера целесообразно? А может затопили из-за более широкой огласки? Тем более к тому времени появилось уже много интересующихся этой темой. К слову, пули снегопада бывал там еще до затопления и обратил свое внимание на старую вывеску еще времен СССР. Все здания были старыми и явно нуждались в ремонте. Комбинат явно нуждался в срочной финансовой помощи. Но вот зато откачивал тысячи кубометров грунтовых вод с никому не нужного карьера. Вы представляете, какие это затраты? Причем это все также продолжалось после развала Советского Союза на протяжении 20 лет. Пуля тогда заметил, на смену вывески денег нет, а качать насосами воду из карьера есть. И с этим я полностью согласен. Но и это еще не все странности этого так называемого карьера. Как нам объясняют, почему собственно карьер имеет такой причудливый вид? Нам говорят, что все дело в том, что тальк еще используется в виде кирпичей. Но до этой супер крутой технологии его добывали сначала в порошкообразном виде, а уж потом делали кирпичи. Якобы при опять же Советском Союзе инженерам Столяровым была придумана технология, по которой тальковые кирпичи можно было вырезать сразу же из этого карьера. Поэтому и такая причудливая форма у него. Хорошо, но во-первых, та техника, которая стояла внизу, явно не могла такое проделать. Посмотрите на размер зубцов хотя бы вот этой огромной пилы и сравните с самими ступенями. Но самое интересное начинается, когда просматриваешь старые фото, собственно самой разработки и супертехнологичного процесса, придуманного Столяровым. Покажу их, пожалуй, без комментариев. Да, друзья, я ничего в них не менял, специально не ухудшал и не проводил каких-либо самостоятельных манипуляций. Эти фото – разработка шабровского карьера. Напоминает фильм ужасов, не правда ли? Это вообще фото или рисунки? Или негативы? Вообще, что это? В те времена фото было хоть и черно-белым, но не плохого, а тем более уж не такого ужасного качества. Зачем такое выставлять? И они хотят сказать, что при супер-пупер-продвинутой технологии того времени, можно сказать, прорыве, приехали с мыльницей фотографировать. Да это даже не мыльница, а вообще непонятно что. На видео вообще должны были снять и показать на весь Союз. Все это довольно странно. В совокупности со всеми странностями этого якобы талькового карьера, возникает мысль, что его строили явно не в наше время. Вероятнее, могли найти, проводить исследования, а возможно и что-либо оттуда поднимать, с помощью этих оставшихся лебедок. Воду откачивали даже после развала Советского Союза. Видимо, это было очень важно для кого-то. Ну а после широкой огласки и появления фото в интернете, было решено его все-таки затопить. Что касается оставшейся техники, на мой взгляд, ее туда, конечно же, спустили. Но не для отвода глаз в первую очередь, а для проведения каких-либо исследований. После чего, также благополучно с нею и расстались. И тишь да гладь. Кто что скажет, объявим дураками и дело с концом. Кто им поверит? Про Сибирь я делал достаточно выпусков. Про идеально обработанные тысячетонные блоки, пирамиды и многое другое. Поэтому есть все основания полагать, что этот якобы карьер мог быть построен кем-то давным-давно и совсем для других целей. Уж слишком много в нем странностей и нестыковок. Ну а представьте, если сейчас произойдет какая-либо катастрофа, в результате которой будут утеряны все технологии и на Земле останется лишь горстка людей. Пройдут сотни, а то и тысячи лет, прежде чем люди опять наполнят Землю. Придут к технологиям. Найдут наши карьеры. Их ученые будут говорить, что в результате тысяч лет природа сотворила такое. И они будут верить. А те, кто не будет, будут объявлены сумасшедшими. Стоит отметить, друзья, я считаю, что шабровский якобы карьер вряд ли является закопанной пирамидой, как считают многие. Так как вид сверху говорит об обратном. Но, возможно, это древний высокотехнологичный объект, истинного назначения которого мы никогда не узнаем. А с вами был Сергей Погорелов совместно с Пулей снегопада. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, дизлайки, если не понравилось и подписывайтесь на канал и на канал Пулей снегопада. Ссылка будет в описании. Субтитры создавал DimaTorzok